привет меня зовут георгий раут это канал папа медиа сегодня поговорим о нашумевшем деле алексея москалёва и его дочери которые сейчас приюте сегодня был приговор суда оглашён давайте для тех не в курсе хотя я уверен что все в курсе короткая предыстория алексей москалёв из тульской области два раза уже был его обвиняли дискредитации вооруженных сил российской федерации типа он в одноклассниках писал подобные посты он это опровергает говорит что аккаунт был взломан но при этом на суде заявил что действительно негативно относится к этой типа с военной операции войне в украине вот но в прошлом году его дочь маша шестиклассница на уроке изобразительного искусства нарисовала антивоенный рисунок там был флаг украины как женщина вещает ребенка российских ракет об этом сообщили полицию работники этой школы и самое интересное что именно сотрудники школы были главными обвинителями на суде то есть сам факт оставляйте ребенка шестиклассницу обвиняли учителя которые должны проповедовать что-то хорошее и вечное но это российские учителя это понятное дело тоже в голове вала большая вот результате из-за этого ребенка талии в регуляционный период то есть папу под домашний арест видится им не давали и вот сегодня должен должен был а состоялся состоялось заседание суда на котором было оглашен приговор но самое интересное что алексей москалева не было на суде потому что давайте посмотрим почему же давайте начнем сначала чтобы это понимали давайте потише мне очень сложно разговаривать потому что все настроены очень скажем так бодро в общем то понятная эмоция что зашкаливает и так вчера закончил судебное разбирательство по делу москалева ему было предоставлено последнее слово после последнего слова судья перед тем как удалился в совещательную комнату назвал время и дату оглашение приговора что и было сделано согласно уголовно-профессуального кодекса российской федерации статья 30 10 сегодня был оглашен приговор но подсудимый господин москалев на оглашение приговора не присутствовал потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста в конце многом говорят все адекватные люди понимают что это не суд что это приговор это фарс но только в россии за такое за такие смешные какие-то вещи можно получить реальный срок и при том очень длительный что я сказать что я понимаю алексей москалевой он правильно поступил что решил не дожидаться приговора так как понимал что такая власть и что ему действительно впаяют что ему придется сидеть за ни за что поэтому он убежал надеюсь он каким-то образом сможет со своей дочкой сконтактироваться они вместе покинут россию и жить счастливо потому что в россии таким людям судя по всему не рады есть очень много доносчиков и так далее и еще о чем я хотел сказать что сейчас ну почему он решил убежать не только как бы и тут конечно понятное дело что он не хотел просто сидеть но и сейчас в россии россия власть путинская она восстанавливает вот карательную психиатрию то есть подобная вещь была в ссср когда если ты чем-то не согласен но ты адекватный то есть тебя понимает что ты просто не хочешь что-то делать и не согласен чем-то тебе гашут и сумасшедший давай тебя лечить то есть различными страшными способами потом до шоковой терапии и так далее вот например жители тверской области признали невменяемым за то что он просто отказался воевать ой наоборот неправильно сказал за то что он решил воевать на стороне украины то есть россияне российские следователи также врачи сделали резюме невменяемый и отправили его сумасшедший дом также в алтай журналистку за из алтая она уже сидит 6 лет видали за фейки вооруженных силах россии и и там где-то тюрьме где на сидит ее все время над ней измываются именно работники этого учреждения бьют по голове по телу она об этом сообщает что таким образом пытаются как говорится выйти из нее ее несогласия с тем что происходит в украине почти своем женщины не ломаются что женщины сильные мужчины тоже платили говорить все зависит не от пола зависит от уверенности своей правоте сильной воли надежды на справедливость также в саратовской области с радугской области была украинка беженка ее силой заставляли принять гражданство россии она отказывалась не ты опять вот начали над ней психологически другим способом взмываться но повезло местный адвокат помог ей вернуться в украину это единичные случаи которые попали в прессу которые как бы не требуют обязательств потому что их всегда можно на угли всегда этих можно уйти есть фотографии этих людей вполне возможно я покажу их если у меня получится на монтаже поэтому сейчас попадать в местах не столь удаленной в россии очень никому не хочется просто вот так и не советую к штамму такие сейчас условия где несмотря на там скорее вполне возможно да подобные вещи применяются только политическим ну как я же говорю что путин он наследует сталина то есть репрессивный аппарат начинает работать и берут всех вот тут тоже не нужно думать что многие наверное надеются что если я буду молчать не буду против власти выступать то это меня меню хочу вас расстроиться не так садить будут всех не потому что нужно последнего что нужно испугать а и кого испугать испугать тех кого еще не посадили обжидать и посадить все равно все все такая порука такая круговая что и они берутся ну то есть тут неважно виновен ты или нет важно посадить показательно показать что испугатель и других где испугать чтобы они все не ну чтобы они сидели просто молчали и и даже к ним все равно придут потому что наверно очень громко будут молчать об этом очень хорошо у суженицына написано в архитологии гулаги и там просто это настолько красиво ярко описано и сейчас смотришь на россию это прямо то же самое и смотришь думаешь блин такое ощущение что он писал это вот сейчас и вполне возможно это новый служеницын будет в россии которые это пишет и покажет что путин 2 стали нам поможет даже он еще и сталина перья станет круче чем сталин своих этих репрессиях если опять таки если россия не продолжит так вот молчать тряпочку и не пытаться ничего изменить но то есть тут им народу россии нужно думать бороться с этим или нет если вы хотите жить нормальной демократической стране вставайте вас все равно больше вас ну как как ни крути страна россия огромная берите что угодно в руки и вперед на красную площадь поверьте они боятся они боятся этого всего да может быть постараются каким-то образом силовым способом это все закрыть но опять таки больше больше вас больше есть ну для того опять таки да кто-то может пострадать но для того что ваши дети жили в субборной стране ваши внуки если же вы любите жить в говне если вы любите когда вам на голову срут суд когда вам просто чушь и ересь телевизор говорят а вы в это время махаете головой да 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 то поздравляю вы рабы и значит вы достойны своей этой власти так то папа аня ну вот то то мама мама